итак друзья для супа нам понадобится 1 морковка 1 средняя луковица картошка крупная и 1 столовая ложка муки берем кастрюлю наливаем пару столовых ложек растительного масла добавляем луковицу и морковку таким образом будем пассеровать где-то в течение 5-7 минут до мягкости овощей итак овощи уже стали мягче прошло где-то 5 минут сейчас добавляем одну столовую ложку муки и где-то две минутки будем это все пассеровать помешивая до того момента пока запах муки появится такой ореховый аромат можно немножечко добавить масла его маловато я вижу вы смотрите тоже по 2 минутки буквально так помешивая на среднем огне добавляем картошку и заливаем на это количество овощей у меня уходит 1 литр горячей воды сейчас накрываем крышкой и варим до мягкости всех овощей пока варится суп мы сделаем для него заправку для этого нам понадобится один желток и половинка сока лимона все это хорошенько размешаем и так все овощи уже мягкие поэтому с помощью погружного блендера я перебью сейчас все в пюре теперь берем черпачок нашего супа и добавляем в эту заправку нужно все хорошенько перемешать чтобы яйцо не свернулось и сейчас будем солить и перчить по вкусу и у нас суп готов также в этот суп вы можете добавить вместо определенного количества жидкости воды а добавить можете сюда бульон мясной будет очень вкусно итак посолим добавим черный перчик и дадим еще один раз закипеть я вместо бульона добавлю вот такую одну столовую ложку с горкой сливочного масла все хорошенько размешаем суп уже закипел поэтому попробуйте еще раз на вкус может быть соли не хватает добавьте все по своему вкусу и супчик готов берем стакан риса немножко солим и заливаем все горячей водой оставляем таким образом на 15 минут нальем буквально одну столовую ложку растительного масла дальше я буду добавлять сливочное но вначале я его не добавляю потому что оно быстро начинает гореть поэтому сейчас готовим на оливку и добавляю 3 столовые ложки вот таких мелких мелкой вермишели хорошенько я сейчас смешаем с маслом и немножко будем обжаривать на большом огне до такого золотистого красивого цвета смотрите какой красивый цвет уже приятный аромат идет вот этих вермишеля все красиво сейчас добавляем рис который мы замочили заранее пока обжаривала макаронки вермишель точнее я рис уже промыла и где-то еще пять минут будем вот так помешивая постоянно обжаривать и рис на огне выше среднего сейчас добавляем ложку сливочного масла посолим и заливаем горячей водой 1 стакан риса 2 стакана воды закрываем крышкой и до мягкости и так плов готов посмотрите какой рассыпчатый красивый ароматный пахнет сливочным маслом сейчас можно его вот так аккуратненько положить закрыть крышкой и укутать чтобы лишняя влага испарилась поставим где-то еще на минут 15-20 под одеялко кольцами порезала баклажан замочила на 15 минут в соленой воде потом слила водичку сейчас выкладываем на противень заселенной пергаментной бумагой немножко можно посолить и отправляем в духовку до запекания на где-то 180 200 градусов немножечко посолим можно капельку пробежать оливковым маслом либо любым растительным и поставим в духовку и так берем сковородку наливаем несколько столовых ложек растительного масла добавляем в разогретое масло луковицу у меня крупная луковица порезана так средними кусочками и в течение двух-трех минут пассируем луковицу в масле через три минуты добавляем красный сладкий перец зеленый сладкий перец и также еще буквально пару минут пассируем далее добавляем курицу это у меня куриная грудка я ее тоже порезала таким же курицами вот так все хорошенько перемешаем следующий помидор кубиками порезали вот так все хорошенько перемешиваем вот так все хорошенько перемешиваем Добавляем любимые специи, я обойдусь, по крайней мере сейчас, пока что, это просто соль и черный перец. Можно добавить любимые специи, какие вам нравятся. Добавляем немного воды, где-то наполовину овощей с мясом. Закрываем крышкой и готовим минут 10. Далее готовим салат. У меня это будет салат с йогуртом. Здесь у меня средними кусочками порезан портулак, семизоту на турецком. Далее добавим 2 или 3 на крупной терке натертых огурца. Добавляем йогурт. Все хорошо перемешаем. Также добавляем чесночок. Я его натираю на мелкой терке, либо же через пресс. Чеснок на любителе и по вкусу. Его может быть больше, меньше, как вам больше нравится. Мы любим достаточно много чесночка. Итак, все хорошенько перемешаем. Солим по вкусу и салатик готов. Выкладываем в какую-нибудь посуду красивую и поливаем немножечко оливковым маслом. Буквально вот так вот, пару капель. Итак, баклажаны наши мы запекли в духовке. Сейчас я их выложу на дно формы. Эту форму также можно оставить в духовку, потому что мы будем еще запекать. И сейчас вот наша курочка с овощами. Аккуратно берем и вот так вот сверху выкладываем. Когда готовите курицу, обязательно попробуйте на вкус вот эту водичку. То есть как вам на соль, на специи, если всего достаточно, хорошо. Если же нет, можете в этом процессе еще добавить. Посыпаем сыром. И так, смотрите. Баклажаны с курочкой, с овощами, под сыром уже готовы. Аромат просто божественный. Салатик. Вот он плов. Супер рассыпчатый, красивый цветной плов. И супчик овощной. Вот такое простое меню. Но, поверьте, очень вкусное, достаточно легкое. Поэтому обязательно приготовьте. И чтобы помочь развиваться моему каналу, вы можете поставить нам лайк, если понравилось это видео. И также поделиться этим видео у себя в соцсетях со своими друзьями. Мне будет очень-очень приятно. Спасибо вам за ваше внимание. Надеюсь, что вам это видео понравилось. На этом я заканчиваю. Приятного аппетита. И будьте здоровы и счастливы. Пока-пока.